В 2019 году вся футбольная Россия узнала имя молодого узбекистанского футболиста Эльдора Шамуродова. Нападающий Ростова вклинился в гонку бомбардиров российской премьер-лиги. Разберемся, кто это вообще такой и откуда он появился. Эльдор Шамуродов родился в 1995 году в городе Джар-Курган на юго-востоке Узбекистана, совсем недалеко от границы с Афганистаном. Семья у будущей звезды оказалась спортивной, и множество его родных играли в футбол на разном уровне. Первым клубом Эльдора стал Машал из города Мубарек в соседней Кашкадаринской области. Туда он попал в 11-летнем возрасте. Когда Эльдору исполнилось 19 лет, его начали привлекать в основную команду этого клуба. По итогам сезона 2014 года Машал занял 5-е место в чемпионате Узбекистана, и вскоре Эльдор пошел на повышение. В начале 2015 года он стал игроком пятикратного чемпиона Узбекистана Бунеткора. Клуб Бунеткор пережил свой расцвет в 2008-2011 годах. Тогда он четыре раза подряд выиграл в Узбекистане чемпионский титул. За команду в тот период играл чемпион мира 2002 года бывший футболист Барселоны, Милана и сборной Бразилии Ривалда. А в качестве тренера в клубе работали бразильцы Зика и Луис Филиппо Скалари. После 2013 года успехи клуба пошли на спад. И именно в этот момент туда перешел Эльдор Шамуродов. Вместе с Бунеткором он стал финалистом Кубка Узбекистана, а также выиграл серебряные медали чемпионата Узбекистана в 2016 году. Успехи Эльдора Шамуродова в чемпионате Узбекистана, а также в Лиге чемпионов АФК, привлекли к его персоне внимание футбольных скаутов из клубов рангом повыше. Кстати, на первых порах нападающий особой скорострельностью не отличался, запивая в среднем в каждом пятом матче за клуб. Даже учитывая молодой возраст, это очень посредственный показатель для нападающего таранного типа, которым является Эльдор Шамуродов. Рост футболиста составляет 190 сантиметров и он по определению должен отлично играть головой. В 2017 году Эльдор Шамуродов перебрался в российский клуб Ростов. Согласно данным портала Трансфермаркт, сумма трансфера составила всего 300 тысяч евро. Однако в российском клубе на первых порах у узбекистанского футболиста не очень-то получалось. В первом с вами сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забив всего два гола. В сезоне 2018-2019 годов Эльдор Шамуродов уже освоился. На счету нападающего оказалось 32 матча за Ростов во всех турнирах, 4 забитых гола и 3 голевых передачи. Но для нападающего, которого в Узбекистане считают одним из самых талантливых футболистов за последние 20 лет, этого очень мало. И в сезоне 2019-2020 годов Эльдор Шамуродова наконец прорвало. В первой половине сезона узбекистанский форвард провел в российской премьер-лиге 19 матчей, в которых наколотил 10 голов и отдал 5 голевых передач. Еще два матча футболист провел в Кубке России. Там на его счету одна голевая передача. Успехи Эльдора Шамуродова заинтересовали его персоной скаутов уже более серьезных клубов, в том числе европейских. В прессе активно муссируются слухи об интересах к нему со стороны французского Леона, немецкого Шальки-04, ряда российских клубов, включая петербургский «Зенит». На днях футболист заявил, что останется в Ростове до конца сезона. Однако известны случаи, когда игроки переходили в другие клубы почти сразу после подобных заявлений. На данный момент трансферная стоимость Эльдора Шамуродова составляет 6,5 миллионов евро. Однако в случае покупки футболиста другим клубом она, скорее всего, вырастет как минимум в два раза. Контракт игрока с Ростовом действует до лета 2024 года, и ростовщане вряд ли желают расставаться со своим основным Голиадором. Очень успешно Эльдор выступает за национальную сборную Узбекистана. На Кубке Азии 2019 года он забил 4 гола – 1 сборная Омана, 2 сборной Туркменистана и 1 японцам. Однако Узбекистану не удалось пройти дальше 1-8 финала, где сборная проиграла по пенальти австралийцам. В текущем отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года в Катаре Эльдор Шамуродов забил 6 голов в 5 матчах. Желаем ему не останавливаться на достигнутом, поскольку сборная Узбекистана имеет все шансы в перспективе попасть на мундиаль. В декабре 2019 года Эльдор Шамуродов женился. Супругу футболиста зовут Амина, и прислужба Ростова тогда отметила, что спортсмен на свадьбе, как всегда, очень стеснялся. Пожелаем молодому семейству как можно больше счастья.